Неделю губернатор начинает в Екатеринбурге. Туда с рабочей поездкой прибывает президент Дмитрий Медведев. Глава государства встречается с представителями малого бизнеса, журналистами и руководителями регионов. В понедельник, 28 ноября, Копейскому машиностроительному заводу исполнилось 70 лет. Целые поколения копейчан от мала до велика прошли через это предприятие. Я очень люблю свою работу. Мне нравится работать. Мне нравится мой цех, наш завод. Это прекрасное предприятие современное. На крупнейшее в России производство горно-шахтного оборудования губернатор приезжает, чтобы поздравить сотрудников. Глава региона неоднократно подчеркнул огромную значимость Копейского машиностроительного как для России, так и для всего мира. Продукция поставляется во многие страны мира, но только на территории Российской Федерации. И в дальние зарубежья, совсем в дальние. И в Латинскую Америку, и в Юго-Восточную Азию. Во вторник глава региона принимает шведскую делегацию. В Челябинской области объявлены Дни Швеции. С Южным Уралом у этой стороны диалог давний и продуктивный. Жители Челябинской области не по-настоящему знакомы с такой компанией, как Телли-2. Жители Челябинска с шведской-финской компанией «Портн», которая занимается энергетикой, электричеством и отоплением города Челябинска. И сейчас совместно с городской администрацией реализуется проект по энергоэффективности и отоплению. Стратегически важным губернатор считает поставку комплектующих челябинского производства для крупнейшей в мире компании грузовиков «Скания». На встрече Михаил Юрьевич сразу договаривается о сроках первых переговоров и сделок. Очень обещающий потенциал. Уже сегодня происходит конкретная дискуссия, например, между химической компанией здесь и такой же компанией в Швеции о совместном проекте. С ответным визитом челябинцы планируют отправиться в Швецию сразу после выборов депутатов в Государственную Думу. Во вторник в город прибывают автобусы повышенной комфортности. Партия современных машин из Швеции пополняет челябинский автопарк. Низкий пол делает транспорт доступным для всех, в первую очередь для инвалидов. Раньше невозможно было сесть ни в автобус, ни в троллейбус, ни в трамвай. В данном случае мы видим низкопольные автобусы. Я надеюсь, что частично эта проблема будет решаться. Михаил Юрьевич обещает, что постепенно весь городской транспорт, в том числе и частный, станет доступным для инвалидов. Это прорыв такой, такая радость. Прорыв, конечно. Прорыв не прорыв, но медленно, потихоньку перейдем. Губернатор напоминает задачу, поставленную им месяц назад. Все государственные здания и жилые дома на Южном Урале оборудовать пандусами. Вновь строящиеся дома, многоэтажные, они также должны иметь безбарьерный вход. Придется большие переделки делать, особенно это касается панелей. Панели сейчас меньше будут строиться, в индивидуальных домах это проще. Это тенденции времени, так делают в ведущих развитых странах. За хороших работников необходимо бороться. Шахтерские города приводить в порядок, а поселок Розов в ближайшие два года ждет расселения. Такие заявления сделал губернатор Михаил Юрьевич в среду во время поездки в Емманжелинский и Коркинские районы. В ближайшее время, конечно, разрез будет работать, но в будущем. Сейчас это решается в правительстве Российской Федерации. Мы отправили все документы, провели все исследования. Конечно, карьер уже выработал себя. И текущая работа, она либо в ноль, либо в убыток. Но карьер надо поддерживать. Пока поддерживать рабочем состоянии. В будущем, конечно, будет рекультивация. Будет частичное оселение зоны, которое прилегает к карьеру. Встреча с рабочими. Разговор о будущем. Планируется ли у нас город в развитии какой-то инфраструктуры? Глава региона отвечает. Шахтерский город необходимо привести в порядок, так как Коркино – перспективная площадка для строительства новых предприятий. Сейчас мы ориентируем всех, кто вновь приходящих, именно как раз на регион Копейск, Коркино. Южноуральский клондайк. В четверг губернатор работает в пласте. После реконструкции здесь открылась фабрика по добыче золота. Новые цеха возвели в рекордные сроки. За 14 месяцев построили в Бразилии реконструкцию этой фабрики. Весь коллектив работал слазно. Проектная документация была качественной. 4 миллиона тонн руды в год или 200 вагонов в сутки. Именно столько сырья будут перемалывать эти барабаны. Символическое вбрасывание золотого шара в шахту. И предприятие запущено. По старой традиции, открытие фабрики обмывают шампанским. Технология новая, современная. Она позволяет извлекать золота из бедных руд. А бедных золотых руд на территории Челябинска очень много. На территории области очень много. Сейчас компания «Ижурал золото» ведет строительство второй фабрики. Прямо ведет. Через год ровно она будет запускаться в Етхульском районе. Экспонаты элит-класса, произведения искусства от оружейников, камнерезов, литейщиков. В Челябинске открылся губернаторский художественный салон. Авторская ручная работа. Все выставочные образцы только в единственном экземпляре. У нас существует при губернаторе экспертный совет, который определяет, какое произведение является произведением искусства, а какое произведение не является произведением искусства. Здесь будут продаваться только произведения искусства. Салон включат в гостевой губернаторский маршрут. И все заграничные гости смогут увидеть одну из визитных карточек Южного Урала. 4 декабря. Выборы в Государственную Думу 6-го созыва. Губернатор Михаил Юрьевич призвал всех жителей области прийти на избирательные участки. Призываю вас, уважаемые земляки, прийти 4 декабря на избирательные участки, реализовать свое конституционное право, исполнить гражданский долг. От нашего выбора зависит будущее страны и благополучие области. Редактор субтитров А.Семкин